В Канемехском районе Новоиской области также в мире и согласии проживают представители различных наций и народностей, которые принимают активное участие в происходящих в стране масштабных реформах. О преобразованиях района, облик которого меняется из года в год, материал программы. Дружба, единство, согласие и солидарность, качества которые являются основополагающими крепкого многонационального государства. В современных реалиях толерантное отношение ко всем нациям и народностям, проживающим на территории Узбекистана, не только является общепризнанным явлением, но и отмечено в новой стратегии развития страны. Сегодня во всех сферах наблюдаются значительные перемены. Их можно увидеть и на примере многонационального Канемехского района Новоиской области, где в последние годы построены современные здания. Махали приобретают совершенно новый вид. Вместе с этим изменилось и мировоззрение канемехцев. Возросло чувство сопричастности к развитию родного края. Я очень рад тому, что мне вручили Орден Дружбы. Честно говоря, не ожидал этого. Я даже не думал, что нам будет оказано такое внимание. В нашей стране немало казахов. Имеются школы, где обучение ведется на казахском языке. Все мы живем в дружбе и согласии в Узбекистане. Всякое бывает в жизни. И плохие, и хорошие дни. Но ничто не мешает нам, нашей дружбе народов. И я очень этому рад. И еще раз отмечу, что безумно рад, что вырос на этой земле. В 2022 году в Канемехском районе на основе единой программы социально-экономического развития запущено 38 инвестиционных проектов общей стоимостью 81 миллиард суммов. За счет чего запланировано создание 483 новых рабочих мест. За прошедший период текущего года за счет реализации 13 проектов на 25,5 миллиардов суммов 89 жителей района были обеспечены постоянным источником дохода. В результате создания возможностей для предпринимателей увеличилось и количество предприятий-экспортеров. К концу текущего года планируется освоение 15,7 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Позитивные изменения и обновления в Канемехском районе сегодня происходят даже в самых отдаленных селах. К примеру, на строительство нового здания Махали-Юксалыш в районе выделено 800 миллионов суммов. Планируется полностью отремонтировать и реконструировать 8 километров внутренних дорог. А на улучшение электроснабжения области выделено 467 миллионов суммов. В течение последних 5-6 лет произошли кардинальные перемены, которые буквально поменяли облик нашей страны. Повсеместно строятся социальные и промышленные объекты, торговые центры. Вместе с этим улучшается и жизнь людей. За все это мы очень благодарны нашему президенту. Бесспорно, все изменения и реформы, происходящие в нашей стране, направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее.